Мы не дадим тебе время дня, если ты дадим правильный сигнал. Пароль у нас здесь еще еще Гейгер, а отзыв он сейчас в ремонте. Пожалуйста, скажи мне, Дейкен тебе это, по крайней мере. Ты можешь верить мне в это. Я сделаю это. Просто не демонстрируйся, что я не могу. Если что-то случилось, я сам, который пытается распределить всех. Стоктон является прорывающим бизнесменом в Банкер-Хилле. Успокойся туннель в стене, чтобы уйти их быстрее. Ой, сейчас читать эту бодягу, типа, этой Манди, это не понравилось. А, не, я могу брать все, что угодно, лол. Ну, отлично тогда. Ну, отлично. Чуваки, у вас труп лежит в гробу, ну выкиньте вы его. Почему все здесь живут с какими-то трупами, как поехавшие извращенцы? Я не понимаю, почему не взять, не выкинуть этот сраный скелетрон? Что за дегенератизм-то, я не понимаю. Или они пенсию за него получают. Сидят, живут, блин, с трупом здесь. С гнилым, вообще охереть. Ты должен быть осторожным, мэй. Ты должен быть осторожным, мэй. Ладно, короче. Мне нужно патрончиками затариться. Патрики кончаются. Все же живут с Лениным и не парятся. Ну, чувак. Ленин хотя бы, знаешь, бальзамирует и все такое. Ты прикинь, там труп с тухлыми костями лежит. Это закрыть, блядь. Тут специально сделали рубильник и открывалку, чтобы люди, которые совсем не смогут от трейл-роу отугадать... Через ТКЛ прошли и разблокировали. Я уверен в этом. Блин, вот порой смотришь на картинку, да? Ну, Fallout 2, Fallout 2. Ну, настолько плохо. Тьфу, Fallout 3 точнее. То есть, как бы, есть моменты где-нибудь на поверхности, где игра чуть получше выглядит, но в основном... Так себе, так себе. Долго подземку искал, часа два, наверное. Потом кнопку... Сначала увидел знак, на котором написано в конце будет лампа. Вот, видишь, лампа. Потом, короче, увидел робота, который какую-то херню нёс. Начал искать дом Ревера. Потом вернулся и под надписью увидел кнопку. Потом ещё немного походил и увидел, что от кнопки идёт красная линия. И пошёл по ней. Потом ещё где-то полчаса шёл, пытаясь найти. Ну, короче, это такое себе. Я бы не сказал, что это было весело. Часа два ушло, а если вчерашние поиски прибавить, то ещё больше. Так. Забрать закладку со спайсами. Ну, мы сначала в добрососедство сходим. Разберём стволы ненужные. Попробуем апгрейднуть снайперку немножко. Ну и, может быть, купим 44-й его калибра патроны, если деньги будут хоть какие-то. Деньжат вообще нет. Что-то в этой игре я постоянно бомжую. Старайтесь ничего вообще никогда не покупать, кроме патронов. Патроны дорогие, пипец. Что лучше брать, много лёгкого пива или немного крепкого, лёгкого больше пива. Вчера угадал с местоположением. Не, ни хрена я вообще даже близок не был. Блин, масла вообще нигде нет. Масло просто. Ну, мы будем масло искать. Повсюду теперь. Краску, масло. Так как они заметили-то, господи, а? Может, замять удастся. Не, май-пай. Нет. Да, печально. Ну ладно. Подмаслить печку? Да нет, блин. Маслёнки, краска нужны, чтобы апгрейдить мою снайперку. Это звучит супер тупо, но так оно и есть. Я думал, что надпись вас не видит, гарантирует то, что меня не видит. Хотел суровать этот ядерный патрон, причём сама продавщица как бы против особо не была, судя по всему. Деньги нужны, приходится идти на гадкие поступки. Часа пять, телепаться, разбирать. Какие ж тут загрузки долгие, ну божечки. Ну почему, блин, так долго? Ну выпустите патч. Ну, блять, ясно, что у вас с оптимизацией полная хуйня вышла. Я почти уверен, что компьютер может эту херню в четыре раза быстрее грузить. В зажигалках ещё масло, окей, окей. Это тоже логично, но знаете, в зажигалке масло. Пупер, ты ходишь постоянно, как ты меня бесишь. Брэдер, ты поднимаешься к этому. А? Сейчас, ребят, быстренько, быстренько. И пойдём уже по основному хвосту. Я, по-моему, лишнее разобрал. Не, всё нормально. Эй, Флео. Так, пусковую установку. Продаем тогда. 108. И берём... 44-го калибра. 405 крышек. Да. Патроны, конечно, просто дорогие. Чё, пристают? Ей, короче, опционы какие-то предлагали только что. Так, ну чё, пойдём забирать закладку. Из галереи Пинкмана через мост. Скорее всего, самый короткий путь. Как же подписки и донаты? Не обязательно всех смотришь, чтобы увидеть, как ты проходишь квест, а потом, если будут играть сами, то по сайдам и города отстраивать. Чего? Я вообще ничего не понял. Я играю так, как мне нравится. Пока я хочу закончить этот квест и... Начать уже, приступить-ка. Илья, извини, за транслирую. Живу в Бразилии. Русской раскладки нет. Просто хотел сказать спасибо за стримы. Привет из Рио. О, привет, чувак. Привет. Привет, солнечный Бразилия. Я думаю, что ты единственный мой зритель. Из Бразилии. Даже не знаю, как ты там отказывался. Чё-то сегодня, конечно, такой себе стрим получился. Не знаю. Не знаю. Надо было вчера эту подземку найти. Или просто посмотреть. Прямо она мне сильно испортила. Настроение. Но, тем не менее. Впрочем, если бы я в Бразилии был. Многое бы изменилось. Сейчас бы... Бразильского трансвестита бы... Полапать во время... Танца. Как называется эти? Карнавал, карнавал. Бразильский трансвестит. Карнавал. Всё, что у меня ассоциируется с Бразилией. Играть, чё-то, стало хуже работать. Во-первых, грузиться стало просто нереально долго. Во-вторых, начали появляться ящики из воздуха. До этого как-то получше было. Мне кажется, мне её перезапустить надо. Да, полная жопа какая-то. То есть даже текстуры не прогружаются. Голозапись, ну давайте послушаем. Давно я уже косеки не проиграл. Масло есть. Пайпер решил с вертолётом подраться. Удачи ей. Кек, спасибо за рихост. Чё, сегодня играл? Произошло что-нибудь интересное? Нашёл ещё одну лапу, как тебе смерть? Я вот нашёл. Не знаю, убивал ты лебедя из пруда или нет. Хотя да, 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 ты бегал как раз, по-моему, с таким кулаком. Значит, это с него был. Кекс завтра сразу найдёт подземку, и все будут писать. А, Илья, два часа искал подземку. Ты караванщик? Лукас Миллер, даже именной жирный, смотрите какой. Броню подаёт, нафиг не нужен. Нафиг не нужен. Спасибо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok